ПРАЗНИЧНЫЙ ПРАЗНИК Обычно в семье Поповых семейные праздники отмечались торжественно. Правда, не всегда в большой компании, но всегда готовился праздничный стол. И все члены семьи совместно поздравляли виновника торжества. Если это был день рождения. Саша только начинал привыкать к новому образу жизни и узнавал от Вали все больше семейных традиций. Как-то вечером в конце недели, а точнее сказать в пятницу, вернувшись с работы, Саша узнал, что надо идти к тёще на день рождения. Валя торопилась и, как казалось Саше, даже нервничала. Она подала ему чистую рубашку и попросила собираться побыстрее. Одеваясь, он сказал своей супруге, что дядя Лёша уже второй день сильно болен и надо бы его проведать. Надо было это раньше делать, недовольно ответила Валентина. Валя, я просто не мог уходить с работы днём. Ты же знаешь, я даже обедать не приходил. Ну так что теперь? Не идти к маме? Я этого не говорю. Но, может быть, прежде зайдём и к нему ненадолго? Ой, Саша, мне некогда. Давай сделаем так. Ты иди один, а я пойду маме помогать, готовить. Ну ладно. Только как-то неудобно, ответил Александр. Но спорить тоже не хотел. Саша как будто причувствовал беду. Он знал, что если Нестеров не вышел на работу, то значит заболел серьёзно. То, что сторож недавно потерял сознание в теплице, уже было известно почти всем жителям посёлка. Но больше всех это волновало Александра. Как только Саша открыл дверь в комнату Нестерова, он увидел, что тот лежит одетый на диване. Рядом стоял стул, на котором лежала его верхняя одежда. И на самом краю стула стакан наполовину наполненной водой. Нестеров лежал на спине и сразу увидел Сашу. «Что случилось, дядя Лёша?» «Да ничего страшного. Наверное, простыл малость. Пару дней поваляюсь и пройдёт». «Спасибо, что зашёл. Честно говоря, я тебя ждал». «А я, дядя Лёша, только сегодня к вечеру узнал, что вы болеете». «Да не в болезни дело, Саша. Я ждал тебя по другой причине. Мне известно, что у вас сегодня семейный праздник, а к празднику нужны цветы, тем более к дню рождения женщины». «А откуда вам известно, что у нас праздник?» «Мне много известно, Саша. Но это сейчас не важно. Важнее другое. Слушай меня. Я приготовил небольшой букет. Отдай его, пожалуйста, Надежде Петровне. Только не говори, что он от меня, а от себя дари». «Договорились?» «Дядя Лёша, неужели вы ещё всё думаете о ней больше, чем о себе?» «Мне кажется, что сегодня вы должны думать о себе, о своём здоровье. Где у вас градусник?» «Мне кажется, у вас высокая температура». «Ладно, Саша, не беспокойся. Градусник мне не поможет. Ты вот что сделай. Принеси мне из колонки ведро воды и подай мне напиться, а потом отправляйся на день рождения». Саша ответил не сразу. Он осмотрелся, подошёл к тумбочке и спросил, открывая дверцу, «У вас градусник есть?» «Есть. Посмотри на верхней полке, где лежат лекарства». Саша взял градусник, подал его Нестерову, после чего отправился за водой. Нестерова мучила жажда. Он чувствовал, что не температурит, но не хотел своей болезнью испортить Саше праздничный вечер. Когда Саша, вернувшись с улицы, поставил на стул стакан свежей воды, он увидел, как страдал больной. «Спасибо, Саша», – тихо ответил Нестеров и добавил, «А теперь иди и не беспокойся обо мне». Посмотрев на градусник, Саша увидел, что ртутный столбик стоял против цифры 40. «Вот что, дядя Лёша, я быстро сбегаю за фельдшером». «Что ты надумал, Саша? Разве я для этого тебя целый день ждал? Я не хочу в больницу, понимаешь? Прошу тебя, дай мне спокойно здесь полежать. Через день-два я встану, вот увидишь». «Не тревожьтесь, дядя Лёша, в больнице хуже не будет. И еще, неизвестно, положат ли вас. Только за врачом я сейчас же схожу». «Саша, подожди, а цветы? Они стоят за тумбочкой в стеклянной банке. На столе слофановый мешочек. Заверни, пожалуйста, цветы и отнеси. Потом, если хочешь, пойдешь к фельдшеру». «Дядя Лёша, цветы я отнесу, но сейчас важнее другое», – ответил Александр и покинул помещение. Через четверть часа в вагончик вернулся Саша с фельдшерицей. Она сразу установила, что больного надо отправить в больницу. Но Нестеров сопротивлялся. Когда просьбы больного остались напрасными, Нестеров попросил «Саша, оставь нас вдвоем. Не надо доктору что-то сказать». Саша послушно вышел, и когда дверь за ним закрылась, Нестеров сказал «Зинаида Петровна, я вас очень прошу. У Поповых сегодня праздничный вечер. Они всей семьей отмечают день рождения Надежды Петровны. Там ждут Сашу, понимаете? Он уже давно должен быть там, за праздничным столом. Поэтому очень вас прошу, сделайте мне укол или дайте какие-нибудь таблетки, чтобы температура снизилась. А Саша пусть идет туда. А завтра, если мне не будет лучше, я поеду в больницу». «Ну как, договорились, Алексей Викторович? Мне не нравится ваше предложение. Зачем вы говорите о торжествах, когда дело касается вашего собственного здоровья? Ведь вас может отвезти и другой шофер. Не обязательно в Рязану ехать?» «Нет, он этого не допустит. Я его знаю». «Ну хорошо, Алексей Викторович. Я тоже не хочу поступать против вашей воли. Пусть будет по-вашему. Я вам сделаю укол. Если температура снизится, то подождем до завтра, как вы просите». «Вот спасибо, доктор. Я знала, что вы добрая женщина». «Подождите благодарить. Вы еще не выздоровели. Я сейчас схожу в медпункт, возьму нужные лекарства и принесу их вам. А завтра решим, что делать». «Хорошо. Спасибо, Зинаида Павловна», – согласился Нестеров и позвал к себе Сашу. Саша ушел вместе с фельдшевицей, а больной остался один. Пока больной Нестеров лежал и ждал возвращения Саши с лекарствами, в доме семьи Поповых праздновался день рождения Надежды Петровны. Не тот, который тогда отмечал он, а другой, который был записан в ее паспорте. Гости не знали, почему на том празднике отсутствовал Александр Рязанов. Не знал и Алексей Викторович, почему он так долго не возвращался из медпункта. Долго Нестеров ждал и о многом, и успел подумать за это время. Но время шло, а Саша почему-то не возвращался. Больной не мог знать, что в местном медпункте не оказалось нужного лекарства, и что Саша с фельдшером отправились в городскую аптеку, и только около полночи они наконец вернулись. Нестеров все это время сильно волновался, но когда увидел фельдшерицу, попытался улыбнуться, чтобы показать, что ему уже лучше, когда на самом деле у него очень болела голова. Выпив лекарство, он сказал, «Зинаида Павловна, я чувствую себя уже намного лучше, только очень спать хочется, поэтому прошу вас, оставьте мне одного. Я высплюсь, а утром, если будет необходимо, вы меня навестите». «Хорошо, хорошо», — ответила фельдшер и покинул вагончик, потому что и ей надо было поспать хоть несколько часов. Саша проводил ее, и чтобы больной скорее успокоился, оставил его одного. Когда через четверть часа он заглянул в комнату Нестерова и, увидев его, лежащего на спине, испугался, но, подойдя ближе, определил, что больной спокойно спал. «Хорошо, что заснул», — подумал он, «значит, ему уже лучше. Спи, дядя Леша, я не буду тебя будить, а цветы отнесу, как ты просил. Хотя, как мне думается, Надежда Петровна и не заслуживает такой чести». Через несколько минут, забрав цветы, Саша отправился к дому поповых, чтобы хоть поздравить тещу и немного посидеть за столом с гостями. Семейный праздник уже подходил к концу. Гости, которых было не очень много, в основном сотрудницы и подруги Надежды Петровны, уже собирались расходиться. Саше было очень неудобно, но что ему было делать? Он понимал, что его очень ждали, и теперь жалел, что не забежал перед отъездом в город, чтобы предупредить, но было поздно. Самым обидным было то, что он опоздал вручить Надежде Петровне цветы. Конечно, если бы он их собирался дарить от своего имени, то, вероятно, и не показал бы их, но они были от дяди Леши. А Саша в какой-то мере знал, что они означали. Постояв в прихожей с завернутым букетом, он не знал, как поступить. В это время из зала, где за столом еще сидело несколько супружеских пар, вышла Валя. — Явился! — произнесла она, бросая косой взгляд на завернутый букет. Она даже не остановилась, а быстро прошла на кухню с тарелками в руках. Саша, совершенно растерявшись, снял верхнюю одежду и, подойдя к двери, ведущий в зал, мельком заглянул туда, но так, чтобы его не заметили. Чуть подумав, он отложил в сторону букет и направился на кухню, где находилась его супруга Валентина. — Где ты пробыл весь вечер? — спросила она, даже не посмотрев в его сторону. — Валя, я тебе все объясню. Только, пожалуйста, не нервничай. А ты хочешь, чтобы я о тебе улыбалась? Как я могу тебя встречать после того, как ты сам все испортил, всем испортил настроение? Саша, не отвечая на ее истерические нападки, невольно вспомнил больного Нестерова. Конечно, я тоже виноват, думал Саша о себе, поэтому и не стал сразу оправдываться, но объяснить причину опоздания считал необходимым. Валя, дядя Леша серьезно заболел, и мне пришлось ехать в город за лекарствами. А ты кто, врач, что ли? Или аптекарь? Валя, прекрати, слышишь? Я не врач, но я человек, и дядя Леша мне не чужой, слышишь? А теперь дай мне чего-нибудь поесть, а если не жалко, то и выпить. Надо было приходить вовремя, проворчала в ответ Валентина, но поставила перед ним на краешек стола тарелку борща. Сама же не могла успокоиться и продолжала его упрекать. Один день и в году, даже не день, а всего лишь вечер, и то не можешь побыть с нами. Что значит с нами? Я что, по-твоему, всегда где-то? Спросил Александр, наливая себе из бутылки вина. Да, ты сегодня был где-то. Ты испортил маме праздник. Валя отвернулась и заплакала. Саша посмотрел на свою жену, бросил на стол ложку и налил себе полный стакан водки. Посмотрев на свою жену еще раз, он выпил содержимое до дна. Закусывать ему уже не хотелось, потому что и его нервы были напряжены до предела. Он все же хотел объяснить свое опоздание, поэтому сказал «Валя, чем я виновата? Я же тебе сказал, что дядя Леша, дядя Леша, дядя Леша, других слов ты и не знаешь», передразнил его Валентина. «А мама для тебя никто? За ее столом ты можешь посидеть хоть один раз в году. И даже если ты не очень ее любишь, то хоть ради уважения ко мне присутствовал бы. О твоем Нестерве могла бы и фельдшер позаботиться. Это, между прочим, ее святая обязанность». Саша предчувствовал, что на этот раз не сумеет сдержать себя. Его жалость и обида за Нестерова должна была вырваться наружу, потому что он просто не мог иначе. Встав со своего места, Саша, сделав шаг в сторону жены, посмотрел ей в глаза и сказал «Вот что, Валя, запомни мои слова. И сегодня, и завтра, и через год я всегда буду стараться помочь Нестерву. И, возможно, даже раньше, чем твоей матери. Ты меня поняла?» «Поняла. Ты можешь ему даже раньше, чем мне. Я все поняла». «Ну и прекрасно. А теперь замолчи. Слышишь? Хватит об этом». «Что здесь происходит?» Неожиданно послышался голос Надежды Петровны. Саша обернулся и, увидев тещу, умолк. Валя отвернулась и зарыдала. «В чем дело, дети?» Саша положил правую руку на плечо Надежды Петровны и как можно спокойнее сказал «Мама, я извиняюсь, что опоздал на ужин, но поверьте, я не мог иначе». «Он не мог. Мы все должны его ждать. А он где-то катается с фельдшером, не считаясь с нами». Саша не мог дольше сдерживаться даже перед тещей. «А вы считаетесь с трудностями других людей? Позвольте спросить, у вас есть какая-то жалость к другому человеку?» Спросил довольно громко Саша и хотел покинуть кухню, но Надежда Петровна его задержала. «Саша и Валя, тише, пожалуйста, перед гостями неудобно. Объясните, наконец, что случилось?» «Мама», — начал говорить более спокойно Саша, «не хотел я с вами ругаться, но, видно, вы сами толкаете меня на это. Валентина нашла причину, на ужин не явился. Но если хотите знать, то я сегодня вообще не должен был приходить к вам, а остаться у постели больного человека. Я перед каждым гостем могу извиниться, но предупреждаю, не трогайте дядю Лешу». Последние слова Саша опять высказал чересчур громко, и Надежда Петровна прикрыла дверь. «Саша, ты пьяный?» «Ты пьяный, что ли?» — спросила Надежда Петровна, посмотрев ему в глаза. «Да, да, я, возможно, пьяный. Только не думайте, что я не знаю, что говорю. И говорю я не потому, что пьяный, а потому и для того, чтобы вы, наконец, поняли, кто такой Нестеров?» Надежда Петровна посмотрела Саше в глаза и спокойно спросила. «Что ты имеешь в виду, Саша?» «Что мы ему сделали? Я тебя не пойму. Пора понять. А что вы ему ничего не сделали, это точно!» «Саша, так почему все время говоришь «вы, вы?» «Мы что, в долгу перед ним?» — спросил Надежда Петровна удивленно. «Эх, вы!» — опять повторил Саша, и, повернувшись к своей теще совершенно другим голосом, как будто и не пил вина, спокойно спросил. «Мама, вы хорошо отпраздновали сегодняшний вечер? Скажите честно, у вас не болело сердце, когда вы сидели за столом, когда вас поздравляли? У вас не болела душа?» Валентина смотрела на своего мужа широко раскрытыми глазами и удивлялась его тону и необычным словам. Она, как и Надежда Петровна, не могла понять, что вдруг случилось с Сашей. Он никогда не говорил так искренне и чистосердечно. Если еще несколько минут назад он говорил грубо и громко, то теперь не только голос, но и лицо стали совершенно другими. «Саша, объясни же, что случилось?» — снова попросил Надежда Петровна. Он же стоял и молча смотрел своей теще в глаза. Она почти не выдержала этого острого взгляда. В ней действительно в этот момент что-то происходило, поэтому она не смела прерывать Сашу. Он тоже умолк. Потом внезапно отвернулся и, подняв руки, прикрыл лицо. Он плакал. На кухне стояла полная тишина. Доносились отдельные голоса веселых гостей из зала. Надежда Петровна с Валентиной встревожились. Наконец он снова повернулся к ним лицом и сказал, «Мне сегодня очень тяжело на душе. Я не был на вашем празднике, но видел сегодня такое, отчего мое сердце защемило от жалости. Да чего же велика несправедливость!» Саша вышел в прихожую и, взяв в руки оставленный там букет, вернулся на кухню и сказал, обращаясь к своей теще, «Мама, эти цветы вам просил вручить человек, который сегодня в эту минуту не способен дотянуться до стакана воды. Он тяжело болен и лежит одиноко и беспомощно, с усохшими губами на своей кровати и не думает о себе. Представьте, у него одна единственная просьба и одно желание, чтобы я сегодня передал вам эти цветы. Когда я его хотел отвезти в больницу, он мне сказал вот что, «Саша, иди туда, на ваш семейный праздник, и не порть людям настроение. Все, больше я вам сегодня ничего не скажу. И, пожалуйста, оставьте меня в покое». Надежда Петровна держала в руках букет и вспомнила случай в теплице. Тогда Нестеров тоже хотел передать ей цветы. Как же он тогда сказал? Кажется, так. Цветы способны не только обрадовать человека, но и осчастливить его. Теперь, стоя перед дочерью, в надежде было очень неудобно за сказанные Сашей слова и за цветы тоже. Что моя дочь подумает, если чужой мужчина, к тому же Алексей Викторович, уделяет мне такое внимание? А как это объяснить Степану? Подумал Надежда Петровна и вышла из кухни. Валентина, помыв последние тарелки, тоже ушла. Только Саша, подперев руками голову, остался сидеть за столом, анализируя прошедший вечер. Вскоре ушли и последние гости. Саша слышал, как они прощались, слышал веселый голос Степана Петровича и подумал про себя. Кто же из вас сегодня самый счастливый? Наверное, не ты, Надежда Петровна. Хотя сегодня и твой праздник, а впрочем, праздник ли это твой день рождения? Если выбрать из жизни все хорошее и счастливое, и полезное, и положить на одну чашку весов, а на другое все плохое, все беды, лишения и душевные переживания, связанные с любовью, тогда, возможно, вторая чаша тяжелее первой. Нет, Надежда Петровна, счастье тебе не прибавилось от сегодняшнего праздника. Наверное, ты один, Степан Петрович, сегодня самый счастливый человек. Ты не испытываешь сегодня огорчения, потому что живешь в незнании. А вдруг между вами с Надеждой Петровной нет настоящей любви? Потом Саша вспомнил дядю Лешу. Его слова, сказанные тогда в вагончике, и Саша пришел к выводу, что он и есть самый счастливый. Он, этот дядя Леша, имел в своем сердце настоящую любовь, любовь, которая не знает зла. А жизнь между тем шла своим чередом. Только Гоффман постоянно замечал, что становился все старше, и все чаще его мучили всякие болезни. Продолжалась и жизнь семьи Александра и Валентины. Они старались забыть нанесенные друг другу обиды и продолжали строить свое общее семейное счастье. Саша, как старательный молодой специалист, очень скоро завоевал в коллективе почет и уважение. Он был очень занят всякими делами, но в отличие от своего тестя, старался и для своей семьи. Возможно, что он многому научился у дяди Леши. Особенно он старался, чтобы не портились их отношения с женой. Они, Александр с Валентиной, ежегодно ездили куда-то отдыхать, иногда к морю, в теплые края, а иногда и просто к своим знакомым и друзьям. Однажды, когда молодые супруги в очередной раз уехали в отпуск, и бабушке Надежде пришлось присматривать за дочкой Валентиной и Сашей, произошел такой случай. Внучка Люда, которую Надежда Петровна очень любила и даже баловала, спросила перед тем, когда пора было ложиться спать. «Бабушка, а ты будешь мне сказку рассказывать?» «Буду, Людочка. Только посуду со стола уберу, а потом расскажу». «А я не хочу так долго ждать». «Мало ли чего ты не хочешь. Я, может быть, тоже не хочу твою тарелочку мыть, а ведь приходится». «А когда мама с бабой приедут, скоро?» «Нет, Людочка, еще не скоро. Они ведь только три дня назад уехали. Пусть погостят». «А почему они оставили меня дома? Не скучно с тобой, бабушка?» «Чтобы не было скучно, закрой глазки и спи. Тогда тебе интересный сон приснится». «Бабушка, я не могу уснуть без сказки». «Ну хорошо, я сейчас приду». Пока Надежда Петровна убирала посуду на кухне, внучка ворочалась в своей постели и ни на минуту не умолкала. Ей не нравился строгий режим бабушки, но в то же время она имела и некоторые привилегии. Когда бабушка наконец пришла, она села рядом, накрыла внучку простынкой и сказала «Ну вот, теперь слушай сказку». Давным-давно у одной бабушки жила девочка, которой звали Красной Шапочкой. «Не надо про Красную Шапочку, это страшная сказка», – закапризничала Людочка. «А какую тебе тогда рассказать?» «Расскажи лучше про Надюшу». «Про какую Надюшу?» «А ты, бабушка, разве не знаешь эту сказку?» «Мама всегда говорит, что взрослые все знают». «А ты даже не знаешь сказку про Надюшу? Или ты еще не взрослая?» Надежда Петровна улыбнулась, радуясь, что ее внучка такая остроумная и спросила. «А ты, Людочка, откуда знаешь такую сказку?» «Мне ее подарил добрый сказочник, вот и знаю». «Ну, тогда ты ее мне расскажи, если сможешь». «Смогу, только мне это неинтересно. Я хочу слушать, а не рассказывать». «Ну, если я ее не знаю, Людочка, как тогда быть?» «Ты должна все знать, бабушка». «Все знать твоя бабушка не может, так что сегодня она желает слушать тебя». «Эх ты! Ну, ладно, слушай». В одной далекой от нас стране, за лесами и горами, в сказочном городке, жила красавица Надюша. Много лет она одиноко прожила в своем домике, ни с кем не дружила. Но однажды, когда она шла по дремучему лесу, ей встретился незнакомый человек. «Надюша», — сказал ей незнакомец, — «мне очень скучно одному, и я давно ищу такую красавицу, как ты. Давай познакомимся. Если ты согласишься со мной дружить, то я тебе сделаю большой подарок». «А как тебя зовут?» — спросил Надюша. «Мое имя Иванушка», — ответил ей незнакомец. «А что тебе надо от меня за твой подарок?» «Ничего мне не надо, Надюша. Разреши мне только видеть тебя, слышать твой голос и быть рядом с тобой». «Людочка, кто тебе рассказал эту сказку?» — перебила внучку бабушка. «Ну, зачем ты меня перебиваешь? Тебе неинтересно, да?» «Очень интересно, внученька. Только скажи мне, откуда ты знаешь эту сказку?» «Ой, бабушка, я же сказала, что мне ее подарил добрый сказочник». «А ты его видела?» «Кого?» «Да сказочника этого». «Нет, не видела. Он мне ее прислал по почте». «Вот как?» «Ну ладно, рассказывай дальше». «А где я остановилась?» Надежда Петровна подумала и сказала. «Ну, там было так, что тебе надо от меня...» «Ах, да, вспомнила». «Ладно», — ответила Надюша. «Ладно», — ответила Надюша. «Я согласна с тобой дружить, Иванушка». Очень обрадовался. И они стали самыми близкими друзьями. Они играли вместе и были очень счастливы. Но однажды им встретилась злая судьба. Я разлучила их. И тогда, прощаясь с Иванушкой, Надюша вспомнила, что он ей обещал подарок. Она сказала, «Иванушка, ты обещал мне подарок за дружбу с тобой. Где он? Отдай его мне сегодня. Я буду его хранить в знак нашей дружбы». «Да», — ответил Иванушка. «Я вручу тебе этот подарок. Только всегда помни, что это есть самое дорогое для меня. Это моя любовь к тебе». Людочка говорила всё тише и тише. Начала путать слова. А её глазки то и дело сами по себе закрывались. Потом, когда она ещё раз посмотрела бабушке в лицо, она увидела, что из её глаз скатываются слезинки. «Почему ты плачешь, бабушка? Ведь эта сказка не страшная», — спросила внучка и заснула. Только Надежда Петровна ещё долго сидела рядом на стуле и вспоминала своего Иванушку. До самого возвращения детей из отпуска Надежда всё думала, откуда могла появиться эта таинственная сказка. При первой возможности после возвращения детей Надежда спросила у дочери. «Слыши, Валя, откуда у вас кассета со сказками? А ты откуда знаешь, что она есть?» «Не Людочка о ней рассказала». «Ну и что? Да ничего, только сказка, мне кажется, не детская». «А какую сказку ты имеешь в виду?» «Да то про Надюшу и Иванушку». «А что в ней особенного? Разве только то, что и твоё имя, Надюша?» «Это не имеет значения. Но откуда она у вас?» «Вот это действительно странно. Знаешь, за два дня до дня рождения Люды мы получили по почте бандероль, и в ней оказалась эта кассета. На конверте было написано «Подарок для Люды». Удивительно было то, что на бандероле отсутствовал обратный адрес. Я тогда спросила у Саши, может, кто-то из его знакомых её прислал? Но и он не мог понять, кто отправитель. «Странно», — ответила Надежда и, задумавшись, через минуту спросила. «А вы... и вы по сегодняшний день не знаете, кто её прислал?» «Не знаю, мама. А впрочем, это не так уж и важно, ведь это сказка, а следовательно, добрый сказочник желает остаться неузнанным». Надежда ничего не ответила, но после этого ещё долго думала, что бы могла значить эта сказка. Чего только не бывает в жизни. Столько разных событий, тревог, неожиданностей, огорчений и радостей. Но всё это приходит и уходит. А вместе со всем этим проходит и вся наша жизнь. Она уходит постепенно, на первый взгляд, даже незаметно. Но когда мы задумаемся, то вдруг поймём, что большая её часть позади. Так было и с Нестеровым. Опять наступила зима. Зима снежная, суровая, принёсшая с собой новые заботы и проблемы. Посёлок сверкал снежной велизной, особенно в солнечные дни. Только серые дома выделялись контрастно среди заснеженных деревьев. Если бы кто-то посмотрел на посёлок сверху, с высоты птичьего полёта, то, возможно, и не заметил бы домов, потому что на крышах тоже лежал снег. Этой сказочной красотой природы от души любовался всем знакомый охранник гаража Нестеров. Когда он поселился в этом посёлке, то чувствовал себя ещё бодрым, пусть не молодым, но с каким-то запасом энергии, теперь же он выглядел стариком. Он посидел, плечи его опустились, голова склонилась, и казалось, что он горбатый. Это был тот самый Гоффман, впоследствии Алексей Викторович Нестеров. Иногда ему казалось, что прошлое было не настоящей жизнью, а просто сном. В теплице он уже давно не работал, хотя держался там до последней возможности, но пришло время, когда он вынужден был уходить оттуда. За автопар он всё ещё держался, хотя он считал это не работой, а скорее жизненной потребностью. Если и от этого отказаться, думал он, тогда конец. В тот предновогодний вечер Нестеров принял смену, как обычно, как он делал это вчера, как пять лет назад и как в первом году проживания в посёлке. После прибытия в гараж Нестеров по привычке и прямой своей обязанности зашёл в дежурку и застал там своего непосредственного начальника Попова. «Алексей Викторович, я уеду ненадолго. Откройте, пожалуйста, ворота», – попросил Попов и, сунув себе в карман путёвку, направился в гараж. Нестеров молча снял с крючка ключи и пошёл открывать ворота, как просил Завгард. Нестеров ничего не спросил, куда, мол, и что. Его это, казалось, собственно, и не касалось. Когда он вернулся в дежурку, то сел за стол и, посмотрев на перекидной календарь, подумал, «Вот и уходит от нас ещё один год. Сколько их уже было, и с каждым чем-то отличается от другого. Правда, в последние годы в посёлке не было особых событий, но то было в посёлке. А в личной жизни Нестерова, которой мало кто интересовался, всё было по-другому. Он всё помнил, все трудности и радости. Да что там помнил? Он чувствовал в своём сердце каждую травму, полученную от суровой матушки судьбы. А сколько их ещё будет, подумал он и, взяв в руки газету, начал читать, но и это не могло его успокоить. Примерно через час он вышел, чтобы подышать свежим воздухом. Оказавшись на улице, он заметил во многих окнах огни ёлочных гирлянд и вспомнил детство. Но его мысли и воспоминания, конечно, не касались жителей посёлка. Они принадлежали только ему. Он, этот пожилой и больной мужчина, был вволен в своих мыслях и чувствах, и это было его радостью и счастьем. Оказавшись на улице, он вдруг услышал звуки гитары. Кто-то, несмотря на мороз, всё же решил поддержать праздничное настроение музыкой. Пройдя с десяток метров, Нестеров остановился и прислушался. Звуки гитары то умолкали, то снова были слышны. Откуда-то доносилась и человеческая речь. Сматриваясь в ночную темноту, он вдруг увидел чей-то силуэт. «Что это?» – подумал сторож и, постояв ещё с полминуты, решил посмотреть, что бы это могло быть. Подойдя ближе, он увидел, что это автомашина, притом та самая, на которой вечером уехал автомеканник Попов. Нестеров подошёл, открыл дверцу кабины и, встав на подножку, увидел, что в замке зажигания торчат ключи. Подняв капот, он обнаружил, что и мотор ещё не остыл. В чём дело? Такого ещё никогда не было, чтобы Попов оставил машину на улице. А может, он собирается ещё куда-то ехать? Время было без четверти одиннадцать. Чувствуя что-то неладное, сторож решил сходить к Поповым домой. Через несколько минут он уже постучался в дверь своего начальника, но его стук никто не отозвался. И тогда, переступив порог, он услышал голос главного инженера. «Уважаемые гости, проходит ещё один год в нашей жизни и на подходе новый, от которого мы все ждём и новых успехов. Предлагаю тост в честь уходящего года за здоровье и счастье всех присутствующих гостей. Но прежде чем выпить эту рюмку, хочу сообщить ещё одну приятную новость». «Уважаемые гости» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok